Игорь Васильевич Игорь Васильевич хочет достучаться до сердца каждого из присутствующих здесь. Это первая лекция его из намеченного цикла, из десяти лекций, где он не только лишь будет рассказывать о насущных проблемах, но и откроет потихонечку историю той самой прогностики, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Мне бы хотелось при этом сказать, что этот момент необычен, важен и интересен. Пожалуйста. Будущее потеряло свой один из. Почему? Потому что на этой точке развозились технологические прогнозирования. И люди научились правильно измерить, в смысле представлять себя состоянным из себя данным объектом будущего. Игорь Васильевич 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 отлетает компьютер. Он даже не потерявляет, какую он себе качество для живоплечи. Бегутся сразу, что о-о-о, будет очень здорово, просто он компьютер, вот он указывает, вот не надо никуда ходить, вот не надо, якобы не надо, ни в институт, ни в школу, все на компьютере, но на самом-то деле надо, потому что как только человек общается лично, группами, он перестает быть человеком. И становится совсем живым в существовании. Группа – это не просто сборщики. Обязательно пахнут. В любой группе. Начиная с полипера, с этого каплицовика, и кончая в головной камере. Обязательно пахнут. Иначе будет обязательно кто-то волнуется держать. Как это? Смотращики. А у пахана обязательно на их полупцах шестерни. Вот мое горе заключается в том, что я не могу быть паханом, или охранственность. Но я не могу быть шестерной. И поэтому я действенный аутсайд. А теперь переходим к следующему этапу. Компьют. Укажу перспективу. Такое, сикое, 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 сикое. Это же детали. Ну и покажу. Выясняется, что компьютер – компьютер, а человеческое общение – человеческое общение. Обязательно надо посмотреть, все эти глаза, построить, помилить. Дорога сказать для человека. Как только у тебя все по компьютеру, ты либо просто уважаемый полный существующий, но начинается. Вот такая вот для клиента и ваша. А дальше начинается даваловая неприятность. Первый компьютер начинает власть, власть в свои руки. И он предупреждал же нас основательно. Это именно, что если не сообразить целого времени и не построить под нашим кастеток, то человек будет рабом компьютера. И действительно, мы сейчас уже видим целых четыре ступени, при которых человек постепенно приценируется человеком. Ступень первая. Человеку очень хочется пожить. Возможно, дольше. Лучше быть богатым и здоровым, когда выбираешь, чем бедным, больным. Это ясно. Никто следует. Ясно. Вообще, мне кажется, что для этого требуется выполнение определенных задач. И вот компьютер начинает вмешиваться даже уже наголо. Причем я не просто фантузиев. А моя власти, близкая власти. Все в голове с этим делал. Я в петербурге полная крючка. Полная. Совсем не больше. Во-первых, компьютер начинает разбираться с тем, что мы принимаем. Мы принимаем, оказывается, наркотик. Причем принимаем, оказывается, наркотик. Нет. Есть только одна. Один результат. Молодец. И больше ничего. Собираются два людей. Вот такие как четыре, пять человек. Собираются на завалике. И один за коллегами. И он немедленно поворачивает. Со страшной силой. Замечательно страшно. Нахоженный певиццу. Когда взрослые уважаемые люди. Будут. И начинается. И начинается. Первое. С уважением. Человек. С компьютерами. Не подумайте, что 90-е лет. Большое счастье. Это просто адственность и радость. Это довольно неприятно. Судак. Все произдражает. То, как люди разговаривают друг с другом. То, как люди одеваются. То, как они общаются. Все современное искусство. Это все проблемы. Отвраты. 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 Вместе с ним. Это небольшая. Но тем не менее. Все это. Сашин должен. Каким-то образом. Наразить. То, что нам отведено в восклинули. Нормальная человеческая жизнь. Девять двадцать лет. Нормальная. Правда. Девять двадцать лет. Уже. Сто метров. Защитную. Не пробежишь. Правда. В девяносто лет. Не станешь там чать. Подождика. У полковного суда. Какая бы она ни была. Чуть лет. Все. Тысяча. Тут. Физиолог. Но все-таки. Помимо. Женщины. И помимо. Разных. Есть очень много интересных. То есть. Уже. Не успеваем. Не говорим. А. Очень интересно. Комфортно. Игра. Чем я и занимаюсь. Половен игры. Половен часов. Так. Вот такая вот. Половенistan. Половенщина. Вечера. Попробуем. Вечера. 24 минуты. Вечера. Вычера. Вечера. Что. Комфютер. Начинает. Брать. Пласть. И запрещает тебе наркотик, никотин за наркотик, в алкоголь это наркотик и в собственную грекпию, он тебе это запрещает. И я видел, как за большие деньги большим людям это делают на протяжении от недели до месяца. Всё, с этим кончается. Значит, мы перешли на вторую ступень, когда компьютер начинает диктовать человеку здоровой, здоровой жизни. Мало того, персональный компьютер оказывается напрямую связан с медицинским центром. И эти медицинские центры дают ему регулярные данные. То есть они его программируют в будущее при условии, если он будет вести себя под тапку. Будешь пить 50 лет, будешь пыли 60 лет, будешь пыли 60 лет. Больше, да. И на него, Саша, зависит от. А лягкие единицы приходят через эти радужные. И таким образом для нас отзываются дороги. Хочешь померять? Мы померять не дали. Крепь дешевле. Только все. Но я думаю, что человек всё-таки большинство ведет достаточно для денег, чтобы годиться. Зато, чтобы какие-то они будут в тренинг бизнеса, как эти деньги. И все это можно обзорочить. А я думаю, почему? Потому что мы перейдем сейчас. Так. Теперь, в третий покровочек, если я не знаю, что я не знаю. Не знаю. Не слышно. Теперь, в третий покровочек, если я не знаю, что я не знаю. Если есть вопросы, то я не знаю. Вопросы два. Вопросы. Вопросы. Я на вас сразу же. Значит, третье. Вопросы. Стоты. Предпоследовательные статы. Это очень хотелось бы. Чтобы я был метод 80 роста. Отмущен. А я всего лишь 5, 72. А он мне отмещен щекой. Я очень хотел бы быть, наверное, в здоровье, многое время, когда было, начинали, в сессии, и вообще ничего не было. Я очень много чего-то хотел, и вот все это дело способны спрограммировать компьютер. И тогда вот начинается крупная неприятность, молодость. Все хотят быть, как неревленный народ, а те, как мужчины, как шортины. Вот вы не образитесь, что человечество, мужчины, шортины, веры, а женщины все по-другому. Вот уже нечего лучше. Стал быть, придется каким-то образом выходить, объявлять на одном роде и объявлять двух поход. За олиминальность, за то, что ты потеряешь за свою олиминальность. И не мешать. Нет ни великие листики, ни научных работ, которые произвели бы все общество, и только об этом бы целый год, два-три. Мы далеко не сходили бы с ума, и очень многих людей. Мы, конечно, не понимали всего этого делать. И думали, что каждый пришел и вместе сошлись на одной тройимости. Что если наука может изучать прошлую историю, то почему она не может изучать будущее? Мы грубо ошибаемся. Патурология – это глупые названия, потому что патурология – это наследская аналогия к речи. Но самое главное заключается в том, что наука может изучать либо прошлое, либо настоящее, перетекающие будущее. Вот у нас кончится с вами собеседование, и это будет уже история прошлая, даже раньше. С каждой секунды, как это, миг между прошлой и прошлой. Поэтому наука не может. Я грубо ошибался, когда думал, что может быть история, может быть ровно, может быть фатурология. Не может. Не может. Она представляет из себя и представит эту церковь. Вот. Я придумал, что это пришло в голову только кому. Я придумал, что термин фатурология. Я придумал сам, но он не спал. Мне это пришло. Но спустя буквально несколько недель мне пришли письма. Тогда еще были письма из Америки, из Англии, из Франции. А потом пришли люди. И оказывается, что я не один такой умный. Оказывается, это мысль витала Господа. И это в середине 50-х годов. Значит, одновременно Герман Каун, ведущий в Америку, хотя там было еще десять людей. Берфран, Берфран, Берфран и его сын Юли, во Франции. Берфран, 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 Берфран и его сын Юли. Кто еще? Я когда дал к моему городу, ставил, так как я что-то получал, я тебя там держал, правильно вести их. Я это делал, да, я тебя там держал, хорошо, жилились, библиотеки и у меня все равно. У меня теперь жена муж, а у меня, в детстве, все же в деталях, в том же тележуре. Все равно, они все одинаковые, психология одинаковая. Разумы, как же, менять органность науки, менять лучшую нашу ситуацию. И вот произошло событие, которого мы подозреваем. Наступил взрывной момент, когда десятки людей быстро превратились в сотни, а сотни превратились в тысячи. Перекорбил пять тысяч человек, кормиваясь в США. Это далеко. Но не было бы цифровой. У страны того, что лет 400 плюс сот, на тем не менее, это стало регулярно. И это захватило вывод народа. А потом я пошла вновь. Дело в том, что любопытные взорвали, взорвали и красиво. Мы, когда я говорю, мы, это было несколько десятков человек, которые очень быстро объединились в две сопряженности. Игорь Васильевич, еще ближе к микрофону. Одна организация называлась «Мир будущего». Волоков видишься в сайте «Америка». В каждом из 50 душ в Штатах своя организация, свой президент, свои конгрессы. 50 групп, конгресс, каждый год и каждый месяц семинар. «Мне очень хотелось бы быть, остаться человеком, который не ждал ничего. Но все, если выщипелиться избегать убийственных глупостей, которые потом, кроме огорчения, ничего не получили». «И вдобавок по всему миру». «Оптимизирует свое поведение». «Шолдер Павленко изрек мечта идиота женатых соседей». «Тебе очень много поработать над собой и на первое место выставить свою оригинальность». «Оригинальность не в смысле «Анстрахового», не в смысле «глобости», «наглобости», «наглобости», «наглобости». «А в смысле интересности». «Вот он не особенно красив, не особенно удобен, но он интересен как человек». «Я думаю, что человек в будущем, причем в будущем еще и в будущем, оно похоже на 21 лет. «Человек встанет рваться к тому, чтобы стать интересным». «Они не делают, собственно, и для чего укалываются, для чего тверстия не делают, чтобы быть интересным». «Так вот, когда это первое право исполняет, когда люди с пирсиком научатся быть интересным каждой поскольку, каждой поскольку». «Не задаваясь вопросом, любое дело, выбирай то, что тебе надо делать, есть интересным». «Ты будешь счастлив, живешь в своей жизни». «Как мы счастливы живы в 60 годах». «Правда, мы говорим, что это не закрепили, она сбежала с пирсиком и рядом с пирсиком. Кино. «Мизийская улица». «Правда, мы поднялись». «Мизийская улица». «Мизийская улица». «За такой плевый проступок, нарушение кочерной дисциплины, для другой мужа в настройстве». «Он доказывает, что она из таких килограммов, но мы не все уже не дали». «Дошли бы с вами, дочь человеку, и как мне действительно». «Очень хочется быть человеком, что и в чем было бы, как бы человек. но и куда, что еще следует? Например, 100 метров пробежать за секунду. Решить теоретку Ферландов. Все теореты. И еще сделать такой. И вот это и есть момент последней степени. На этой степени, увы, человек не прощает для человека, потому что он прощает делать трудности. Он становится кейтбордом. Этот кейтборд имеет очень мало общего с кондицией. Но он не утвержден, потому что нет, стремимся к ней. Правда. Мы делаем все мысленное, чтобы не торпозировать. Этим взлетать в нашу школу. Я не хочу не прекращать время. Но наша школа, это я не знаю как, Академия, Академия Григориевича. Наша школа в самом буквальном смысле, что выжила из дома. Там сумасшедшие преподают холидомит. И все на тень заправляют, что университет. Приказы. Это ужасно. Кошмарно. Кошмарно. Мы, не знаю, спаиваемся на стену. Это школа, рассчитанная на поступление в ВУЗ. А в ВУЗе могут учиться только 15%. Значит, 85% делают. Ломают. Сюда же люди не начали. Я говорю, ради чего? Чтоб все эти ломают. Чтоб скальзи открываются. Чтоб не сталкиваются. Так что, такая неприятность. Вопросы откручиваем мы с вами. А вопросы нам? Сейчас я закручу. Минопеджа. И закручу. И вторая лома. Которая тоже присутствует в вашей будущей. Минопеджа. И называется уже не человеком, а интернетом. Общиной. Сейчас интернет – это хаос. Безобразие. Значит, первое, чтобы вернуть интернет. Может быть, космос. Логос. Эстоник. Там неизбежный интернет где-то работает. А потом вдруг автоматически откручивается. Вот только ты бачим на теле. А материнью теле не получает. То есть интернет поэтому не работает. Это первое. Следующий ступень интернета. Вторая ступень. Вторая ступень. Закручивается в том, что интернет. Община по интернету требует особой дисциплины общины. Потому что интернет это можно крупно подразить человеку. Конечно, можно все записывать, что дурак решительно изменяет то, что дурак. Интернет способен так и наказать. Что повесишься и еще раз. Ставить. Ставить, требуется определенная этика интернета. Вот это можно, а это нельзя. Третья ступень. Предпоследование. Она заключается в том, что интернет может работать в аунистическом режиме. Вот задал ему. Хочу быть как ищетным. И чьи? Погнал. И сыпьется в физиологию. Я не понял. Знаешь, что мне? Это и четвертый. Самый параллентер. Интернет делает излишним самого человека. Чижевский с Савоковским когда-то мечтали. Но они просто мечтали. Они не понимают, что они делают. Но они были только мечту, а он чистый человечество. Так вот, конечно... Ну, не конечно, а то, что я вижу. Четвертый параллентер. Это чистое человечество. Человечество, которое в информационной сети производит товары, оказывает услуги, делает человеку. А чего же человек? А человеку, иначе, чем человеку положено. Наушно-техническое творчество. Вот это творчество. Художественное, эстетическое творчество. Т.е. он создаёт машину, любит кашу. Или считает это творчество. И, наконец, самый главный. То, от чего он ужасный цвет. И, по-моему, это этическое творчество. Уметь быть другом. Одному, два, трём. Не больше лет. Вот тут, вот, гадийский сон. Шережа, без дружки. Вот такие виды называются не дружья, а дружки. А вот один, два, три, так, приход. Это по-жимому. И вот в этот момент вторгается этическое творчество. Спасибо. А вот этическое, художественное и этическое. Умение изобретать человека, всех окружающих людей, с кем-то встретиться, влюбиться в тебя, души в тебя нечего. Умение изобретать. Это целое большое. Это только вовсе. Это только частично. А мы показать, как давать из-за меня. Мы очень любим. Вот, собственно, прийти, открывающийся перед нами. Я очень долго говорил, потому что за это изменение я увлекся. Но это вот мои мысли. Не может 200 грамм крепкого 40-го градуса. Безнаказанно оправдывается. Не может. Они противопоказаны. Ну, давай царами стекаем. 200 грамм. Будет то же самое. Только с коленками. Все, ладно. Раз. И все. А этот нам еще не будет. Вот, например, то сморжальство нужно. Потому что ни этого быть не может, ни должно быть. Но если человек должен быть. И вот сейчас мы тогда здесь думаем, с чего начинать. И не чертвая группа, все люди. Начинать я хочу больше. Человек должен перестать курить. Потому что курива отнимает, наверное, 30 лет в жизни. Изделия в Ростов-Положье. Обязательно. Если это хорошо. Если это хорошо, то есть 20 лет. Это хорошо. Пачка. Таким. Можно растянуть. Да? Да. Отлично. Значит. Мышь на том, каким образом, прекратить курение. Глупость. Из-за группы. Клами. Отбрать. Господи, как я молчусь. Таня приучилась курить. Я курил 7 лет. Я курил 7 лет. Потом у вас так примерно до того, что я могу курить, а он был не курить. Я перестал курить, и Господь принадлежит не курил. Я приближаюсь курить. Клами. 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 Все мои товарищи. Кулящие. Как порядочные уважающие студенты. Клами. На 7-м 10-м лет он был. За рентину исключением. Исключением. Клами. 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 моя почка. Тогда меня они говорят, а зачем все это делают? Мне говорят, так ведь это же можно сделать интересным. Будьте лучше. Поф, вокал, хуже. Все. Кроме одного. Кроме моей почки. Вот такая у меня задумка. Ну, для крупных, я против, я не добирался, потому что я не любитель отечественного. Там и там я хребен был, то есть не на клинику, все так далее. Боже мой, да, меня обманчив. А для крупных, так ведь, дали, да, вот все, что я говорю, да, и теперь, уже кончить последние минуты, давайте налетим. Что же я придумал? Придумал, я нашла голову сейчас. Я придумал облач. Орден Возрождения России учителя. В общем, рыцарь это орден. В общем, рыцарь без ордена. Для женщины и мужчин теперь, а терапия родится между людьми, и поэтому они рыцарь, она рыцарь ордена безрождения России. Ее торжественно посвящает рыцарь. Она кидает огонь вокруг. Все. Она воплёсткает огонь на островке спиртен. Я ошвалею какого батюшка двумя поручка. Все. И тогда люди взяли на двумя категории элита. И смерт не смеет претендовать ни на что иной колоколь на предметальный путь. Это удел элиты которая вот такая я понимаю лучше что это что есть ожесточенное сопротивление народа мы уже спрашиваемся но я не буду просто бороться с этим мы это я вижу орден безрождения России ты и женщины и мужчины рыцарь этого опционер смерти люди провоться и пусть и будет как можно пусть порыть его как не я и повторяю что я понимаю что пока это мечты мечты не может встать но мне так хочется если нельзя очень хочется то я надеюсь что и вот мне кажется что разумный эволюционный институт может быть в рамках на 15-й ровно для меж институтских кружков согласен к миру и поговорим о мете и изиск возрождается пламя на мне на кого надеются на верху лучше пусть все равно это не вытягиваешь все страны изограны ворок и жилы как азиньки и какая наша женщина все молодых венажных штуков которые служат и жизнь и коры и и согласен спасибо закрываем это мероприятие хотел бы еще раз подчеркнуть следующее и и васильич преклоны возрасту как мог стремиться на мой взгляд достучаться на ваших сердец как у него получилось это Второй вопрос. Но ему очень, я так чувствую, хочется до каждого сердца, присутствующего здесь, достучаться. В отличие от Игоря Васильевича, по жизни я патологически оптимист, поэтому хочу, как мне кажется, обоснованно добавить пару противоположных вещей. Первое. Относительно прогностики. Мне кажется, что свет виден в конце туннеля, и что мы существенно можем изменить ситуацию в лучшую сторону относительно прогностики, как в междисциплинарном направлении. Да, тот период, который был, период публицистического характера описания, период, когда просто фактурно описывали, почти как в истории прогностику, он уже закончился, и давно пора. Наука только тогда становится наукой, когда там используется математика, говорил Энгельс. Так вот, мне представляется, как профессиональную математику, доктору науки по специальности управления социально-экономическими исследованиями, что прогностика набирает силу. Но с помощью не классической математики 19 века, как физику, число лидеров, а с помощью новых властей математики, таких, которые занимаются не числовой математикой, который может использовать информацию ненадежную, иногда даже сознательно искаженную. И такие методы и инструменты есть у нас, и во Франции. Именно эти методы и инструменты, в конце концов, приведут к тому, что наши прогнозы не будут вылететь просто стыдовой. Когда почти каждый прогноз, после этого реализации, мы начинаем закрывать глаза и боялись показывать наши прогнозы другим. Так вот, чтобы этого не было, нужна погоня за точностью измерений. Физика стала физикой как наука, когда Ньютон, когда Галилео-Галилей, в конце концов, поставили как парадигму погоня за точностью измерений. Парагностика без обратной связи. Очень тяжело, и не получится это. То же самое, наверное. Там есть своя специфика, связанная с тем, что прогнозирование – это не просто предсказание, что будет, а это одновременно, и это самое интересное, средство управления будущим. Это модели сейчас есть, модематические упражнения. Математические модели, которые действуют и были, начиная с 7-го года Римского клуба, вы это прекрасно знаете, они почти сейчас нет работы. И это проверяется. Можно отдельно поспорить, и это будет здорово. Но мне представляется, что наступает новая эра, используя новых математических методов, которые позволят существенно продвинуть это дело. Кроме того, в конце концов, мы должны прекратить безобразничество. Когда мы берем случайный инструмент, случайным образом выбираем инструмент из постформирования и начинаем прогнозировать. Нельзя брать отвертку для того, чтобы резать или строгать. А мы всегда, всю жизнь прогнозировали таким образом. Случайный инструмент для случайного типа и вида задачи. Математическое моделирование. Математическое моделирование, к сожалению, очень слабо работает. Я говорю, да, профессионально работает. Но в том мире работает, она слабо работает. Она везде плохо работает. Как это? Везде. Хм! Это моя позиция. Я могу... Ты поднялся. Вот именно в этой трепоте я сейчас и закончу. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.